МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал РН Новости, Анапа Регион, в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Радушные приемы, конкурс на знание гимна Кубани. Заслуги территориальных органов самоуправления отметили на краевом уровне. И сейчас обо всем подробнее. Внимания и любви много не бывает. Тем более, когда речь идет о трудных подростках. О профилактике наркомании и преступности в подростковой среде шла речь на заседании Крымой комиссии по делам несовершеннолетних. Анапа в числе участников. Тревожной назвала ситуацию исполняющая обязанности вице-губернатора Краснодарского края Анна Менькова. В работе с трудными подростками сегодня есть пробелы. Причина кроется в формальном подходе. А нужно банально внимание взрослых. Не только родителей, всех учителей, социальных работников, на конец представителей власти. Впереди лето, и детей надо вовлекать в интересные для них занятия. А не те, что проще и быстрее сделать. Спорт, туризм – вот что сегодня привлекает подростков. Глава Анапы традиционно после краевого селектора поставил задачи перед городскими службами. Стопроцентная занятость подростков, состоящих на учете с закреплением за каждым взрослого куратора. Работа школьных психологов тоже должна быть не просто работой, а образом жизни. Дети – самое ценное, что у нас есть. Этот этап инфотуры его участники запомнят надолго. Еще не раз приедут в Анапу, потому что у нас есть винодел, философ, музыкант и просто неравнодушный к судьбе страны человек. Иван Васильевич Каракизиди в очередной раз покорял своей яркой индивидуальностью заезжих гостей. 30 человек, краевые журналисты и туроператоры со всей страны путешествуют по Краснодарскому краю, изучая его примечательные особенности. В Анапе, их одетых по летнему, застал дождь. В горах утром после дождя особенно неуютно. Винодел, как истинный хозяин своего шато, спрятав гостей под крышу винодельни, предложил все же для начала согреться у камина. И, учитывая, что народ собрался серьезный, беседу повел к государственной важности. Мы фермами никому совершенно не нужны. Как-то стараемся выжить, честное слово. Очень любим свою работу, не относимся к ней как к бизнесу. У нас никогда не будет, не обманывайтесь, значит, частной собственности на землю. Но счастье будет. И я верю только в молодежь. На экскурсию по своему винному подворью винодел повел гостей, одев их в теплые пледы. И пока рассказывал об особенностях кубанского вина, объявил конкурс на знание гимна Кубани. Посулив за его исполнение самую дорогую бутылку вина. О конкурсе напомнил в дегустационном зале. А почему сидим? А ну, встали. Ты наша родина, вековой наш богатырь. Все должны знать эти слова. Каждый человек в бане должен знать эти слова. Бутылка дорогого вина досталась менеджеру краснодарской фирмы «Селена» Наталье. И прежде чем угостить своим домашним сыром, зеленью и вином, Иван Васильевич вновь размышлял вслух. Я организовал ферму, у нас все есть. Это не так-то и сложно. Но все думают, это унизительно заниматься крестьянским трудом. Я лучше буду экономистом, менеджером или каким-нибудь глупым бездельником. Туроператоры в один голос заявили, вот к такому фермеру мы готовы возить людей. В сезон не повод превращать город в стихийный рынок. В селе Витязева специалисты управления муниципального контроля выявили десятки нарушений правил торговли и благоустройства. Газоны и тротуары заставлены товарами. В погоне за прибылью коммерсанты захламили территорию общего пользования. Если в межсезонье специалисты управления муниципального контроля здесь выявляли единичные случаи несанкционированной торговли, то в преддверии высокого сезона на порядок больше. В ходе ежедневного объезда выявлены нарушения благоустройства. Составлены 39 административных производств, которые направлены в административную комиссию, где будет определяться мера наказания. Конечно, штраф в несколько тысяч рублей не остановит коммерсантов, которые торгуют, нарушая закон. Но за повторное нарушение предприниматели заплатят штраф намного больше. Точки несанкционированной торговли на контроле специалистов. Так же, как и строительные площадки, неважно коммерческие это объекты или частные домовладения. Складирование песка, щебня, цемента на тротуарах недопустимо. Лучшие кубанские муниципалитеты получили от края 58 миллионов рублей. Городские и сельские поселения наградили в Краснодаре в рамках празднования Дня местного самоуправления. В мероприятии приняла участие делегация из Анапы. За последние несколько лет многое изменилось к лучшему и население в кубанских городах благодаря реализации краевых программ. За достаточно короткое время прошел серьезный этап больших реформ в области местного самоуправления. В районах работают эффективные команды и все уровни власти – это одна слаженная команда. От лица руководства Краснодарского края представители районов поздравили вице-губернатор Кубани Владимир Свеженец и заместитель председателя законодательного собрания региона Петр Курдюк. Много хорошего, доброго с вашим участием было сделано для того, чтобы сегодня Кубань выглядела сильной, мощной, экономически эффективной именно благодаря вот самому низовому уровню власти местного самоуправления. Я сегодня хотел бы вас поздравить от имени временно исполняющего обязанности губернатора, главы администрации Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Сказать вам огромные слова благодарности за ваш труд. Главами председателям Советов вручили дипломы за СК и благодарность губернатора. Награду за работу в 2014 году край выделил лучшим сельским и городским поселением для решения насущных проблем жителей. Муниципалитеты получили от 1 до 6 миллионов рублей. Всего же краевая поддержка составила 58 миллионов рублей. Лето – это не только сезон отпусков, но и время поступления в ВУЗы. Перед выбором учебного заведения и подачей документов абитуриенту важно хорошо разбираться в основных школьных дисциплинах и успешно сдать ЕГЭ. Ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин с рабочим визитом посетил город-курорт Анапу. Сегодня востребована одна профессия, завтра другая. Но мне кажется, всегда востребован человек с большим уровнем знаний, большой профессионал. И это, мне кажется, в любой области. Будь то экономика, будь то кибернетика, будь то другие совершенно новые специальности. Поэтому я бы сказал так. Если человек идет даже на какую-то специальность, которая уже существует тысячи лет, скажем, строитель, я уверен, что он обязательно будет востребован, если он будет специалистом с большой буквы. Мы имеем достаточно серьезные успехи и в государственной службе многие наши выпускники сегодня занимают ведущие посты в правительстве. Мы занимаем достаточно серьезную нишу в рамках предпринимательства. Мы стараемся, несмотря на то, что мы известный вуз, несмотря на то, что мы вуз, скажем так, с более чем 100-летней историей, мы первый экономический вуз в России, мы пытаемся укреплять свой бренд. И для этого делаем все возможное. В последнее воскресенье мая отмечают праздник все, кто причастен к химической промышленности. Удивляет тот факт, что химия очень широко шагнула в наш современный мир. Но изучать эту науку решают соединицы. И все же есть в нашем городе педагоги химии, чьи ученики ежегодно успешно сдают самый сложный экзамен ЕГЭ и поступают в профильные вузы. В прошлом году у Татьяны Анатольевны Лазаревой, преподавателя средней школы номер 4, химию сдавали 18 человек. И все поступили в высшие учебные заведения. Большинство из них станут врачами. А в этом году из ее профильного класса готовятся к сложному экзамену 10 человек. 40 вопросов ЕГЭ держат выпускников в серьезном напряжении. И вот первое, что прошу, пожалуйста, это уже у вас будет третий экзамен, 8 июня мы сдаем ЕГЭ. Пожалуйста, вы должны быть уже спокойны, потому что мы видим, мы их провожаем каждый год на химию, на ЕГЭ. Мы сдавать в этом году будем в пятой школе, у нас два учителя химии, мы ходим в этот день вместе, их провожаем и потом их встречаем. В этом году одна из выпускниц уже сказала Татьяне Анатольевне, что мечтает быть похожей на свою учительницу и тоже учить детей химии. Собственно, когда-то и сама Татьяна Анатольевна стала педагогом, потому что молодая учительница из Москвы увлекла наукой и даже тем, как выглядела. И каждый год она ездила в Москву и приезжала, что нас поражало каждый год в новых очках. Кстати, этот момент я тоже себе взяла на вооружение, у меня каждый год новые очки. И вот она нас, пятиклашек, взяла и, наверное, покорила нас тем, что она нам разрешала проверять работы младших классов. Вот такой учительницей от школьников и не отличишь пришла она в первую свою школу. В нее влюблялись, писали записочки. А первая ее химичка до сих пор приезжает в Анапу в гости. Татьяна Анатольевна требует от своих учеников подходить к науке серьезно и доказывает, что химия – предмет увлекательный. Я считаю, что урок химии, он всегда должен сопровождаться, пусть простым, но опытом. Поэтому стараюсь на своих уроках использовать, приношу три пробирки, самые элементарные, наливаю туда три вещества и пытаюсь по цвету, по запаху, очень нравится детям, когда определяешь запах, и заодно технику безопасности, но провожу, конечно, опыт, только те, которые согласны нашей инструкции. Самый главный жизненный и педагогический опыт почетного работника общего образования Российской Федерации учитель может науку знать отлично, надо уметь ее донести ученикам. Каждый год все 19 учителей химии Анапы 31 мая собираются все вместе и отправляются к кому-нибудь в гости. Празднуют дружно, так же, как и работают, уважая в каждом коллеге опыт и знания. Краевые соревнования по самбо прошли в спортивном комплексе «Рай». Кто представит край на всероссийских соревнованиях в Самаре, выяснила наша съемочная группа. 50 лет назад в Анапе открыли первую секцию самбо. С тех пор этот вид спорта охватил большинство мальчишек и девчонок. Почетный гость президент Федерации самбо и дзюдо Анапы Олег Журавель с теплотой вспоминает свои тренировки. Он стал одним из первых людей, которые активно развивали этот вид спорта. Тогда этот спорт у нас в стране был не очень широко развит, и поэтому это было что-то новое. И в этом смысле Анапе немножечко повезло, потому что в те годы пришел сюда молодежный лидер Антон Данилов-Сирокопояс. Он уже пришел сюда со зрелым спортсменом, мастером спорта. И, естественно, вот свой опыт ему нужно было кому-то передавать. И вот он собрал группу школьников в то время. Условий никаких не было, ни залов не было, ни формы не было, а татами вообще и о коврем они мечтали. Поэтому вот тренировки проходили, где договоримся. Сейчас спортсмены тренируются в комфортных условиях, а свое мастерство оттачивают на подобных соревнованиях. Ребята 12-13 лет борются за право представлять край на всероссийских соревнованиях. Алексей и Костя сидят за одной партой. Хоть это и спорт, но друг с другом на бой выходить не хотелось. Алексей победил, но признался, победа далась тяжело. Мне хотелось выиграть, потому что обидно в том году. Друг другу будет обидно там. В общем, на равных боремся, у него травма руки, так получилось. Да, у него был перелом полгода назад, сейчас у него тяжело бороться. Парни тренируются вместе уже 7 лет, имеют множество наград и кубков. Константин поделился с нами, что за это время не раз опускал руки. Но у парня есть свой рецепт достижения цели. Ну, много раз это, конечно, бывало, это, скажем, спортсмена бывает, что когда проигрываешь уже, никуда не ходишь, но всегда надо все перебарывать. На дружбу парней маленькое огорчение не повлияет. Тем более в финале их вдвоем выбрали в сборную команды представлять край на всероссийских соревнованиях в Самаре. Завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 30 мая в Анапе пасмурно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18-20, ночью 17 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. В воскресенье 31 мая в Анапе малооблачно-сильный дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 18-20, в ночь на понедельник плюс 17 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова